Ну что, глаза свои кровью напучили! Ну прежде всего я не решил оставить сан священника, потому что у меня такой канонический запрет на служение, пока я снимаюсь в кино. Это моя дипломатическая договоренность, потому что она правильная, она мной придумана и мной приведена в действие. Я попросил патриарха, чтобы не было критики через меня от церкви, временно дистанцировать меня, потому что я фигура очень противоречивая. И для человека крепкого рассудком я, в принципе, не представляю искушения. А для человека, привыкшего к такой желтой мельтешне, это вот повод еще раз глаз зацепить. А поскольку у нас сейчас общество не очень воспитанное, лучше вот так было дистанцироваться, чтобы это не было в ущерб церкви. Это я предложил, да. Это честно. Ой, мне сложно, как и любому другому человеку. Вот, предположим, я не полностью вычитываю молитвенные правила, но в течение дня я постоянно читаю Иисусову молитву. У меня четки всегда с собой. Для меня это легче, это такой, знаете, оазис. Когда в себе замираешь, тем более я многодетный отец, и я привык, что вокруг всегда много людей. Я вот сам в себе лук. И мне это помогает и в публичной работе, потому что какие-то я вещи принимаю очень логичными. Ну, предположим, люди подходят автограф или фотографируются на фотоаппарат. Я реально понимаю, что я обязан это сделать. Это мое общественное обязательство по отношению к зрителю. Причем у меня очень адекватная, слава богу, аудитория. Ощущение такое, что я вернулся в детство в деревню через каждого человека. Здравствуйте. Вот. Ну и несколько других вариантов общения. Обязан? Еще как обязан? Помнишь, ты у меня на кремацию мамы денег занимал? А мама-то жива? Вот я и пришел тебя поздравить и денежки свои вернуть. Дай-ка мои денежки! Дай-ка мои денежки! Если он нужен и церкви тоже. Но этот мир так противоречив, что принадлежать и церкви, и этому миру. Это как работа сталкера. То есть это постоянные противоречия. И в этих противоречиях я, естественно, пребываю. Я их как-то решаю по-своему. Но все равно противоречия есть. Потому что ничто не может сравниться со служением богу в церкви. Да, это не серьезно. Я не стану серьезным врачом за 10 лет, предположим. Там все-таки нужен клинический опыт в первую очередь. Это как на войне. Не умеешь стрелять ровно до момента, пока тебе не надо. До этого у тебя отношения не родственные с автоматом. Я не понимаю людей, которые пытаются получить наслаждение. И при этом требуют абсолютного заверения в их безопасности. Это не может быть. Потому что интересно там, где можно умереть. Парашюты или еще что-то такое. И то же самое с семьей. Это самое серьезное и опасное мероприятие. Причем долголетнее. И опускаться в него, не будучи уверенным в партнере, это безумие. Выясняется только одним методом. Вот любовь, вот взрыв, вот инсайт. И вот тут же на себя возлагаешь обязательства. Все. Это вот кость от кости. Дальше это как-то в тебе уже само естественно движется. Ой, она очень такая скептичная девчонка. У нее правильная установка психическая. Она даурская казачка. И для нее это все клоуна до оперета. Это несерьезно вообще. Она понимает, что я обязан с людьми, которые ко мне хорошо относятся. Из-за того, что узнали для них это. Я себя вспоминаю в детстве, что я ребенком в пансионат бегал в Воробьево смотреть на пану в отрубу. Который водородными коктейлями лечился там в пансионате. С деревенскими мальчишками. Человек из телевизора. И человек, если подходит, он себя преодолевает. И поэтому это необходимо ему оказать ответку. Ответное внимание проявить. Ксюха понимает, что это необходимо. Она не искушается, не раздражается. Значит, она боится, что захвалят. Но с учетом того, что я тоже хохотун. Особо и не захвалишь, но я себе цену знаю. Я могу в ее присутствии обсуждать женщин, предположим. Ну, естественно, в доступной джентльменном манере. То есть красивая женщина, констатирует. Очень интересная женщина, умная женщина. Я никогда в ней не видел признака ревности. Она знает, что это глупость для меня. Я слишком смешлив, чтобы быть другим. Сейчас уже они дети на автономии. Большая семья. Это чуть-чуть отличается от одного как пуделя, как говорится. Для того, чтобы было. Это семья. Это много детей. Это они начали мыть друг друга уже с 7-летнего возраста. Это у них представление о словосочетании денег нет правильное. Это им нравится жить в своих комнатах, но они жили и по трое в комнате. И тоже, в принципе, как-то у них окружение. И такое, которое живет в комнатах больших и богатых. И такое, которое по трое в комнате. И это все одна компания. Церковь дает возможность вот этому социальному смешению. Но они воспитываются в толерантном отношении и к этому, и к этому. Им нравится платье. Но по большому счету, если нет, то нет. Они любят, я не знаю, сладкое. Но если строго прикрикнуть, они реально откажутся. Они проказничают. Но они дети. То есть волей-неволей прощают. Они знают, что простят. Знают, где вот тот предел, когда уже дальше дерзить не надо. Кстати, большая иллюзия, что большие семьи ближе к бедности. Это всегда устойчивый средний класс. Жизнь заставляет. Даже если одна баба воспитывает пятерых, вот у меня пример есть, она бизнесмен, она вынуждена. Она просто вынуждена. Это вот то золотое сословие, которое так ждет вся Россия. Оно вот в этом. И опять же, это заложено в русском характере. Нет проблем и нет решения. Дай мне ключи от своего мотоцикла, я погоняю, пока ты тут валяешься. Это когда прешь на высокооктановом в 500 лошадей. Это полная выработка. Желание полной выработки. В нас очень много талантов, в каждом человеке. Мы можем в себе сочетать много профессий. Мы ленимся. Субтитры создавал DimaTorzok